Слава Богу, братья и сестры. Я волнуюсь, но первое всего хочу прочитать от Матфея, 5 глава, 3 стих. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они учешутся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны милотворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгонят за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно согласовывать за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша нагрода в небесах. Так гнали пророков выше прежде вас. Я когда вот прочитал это, я так смотрю, и думаю, аж слезы на глазах. Потому что и будут нас гнать. И будут нас гнать, потому что, если мы хотим в Царство Божие пойти, будут нас гнать. Потому что не так легко войти в Царство Божие. Блаженны и кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны и плачущие. Это радость. Это радость, это счастье, которое Бог нам дал. Я такой радый, что Господь однажды меня спас. Однажды мне дал жизнь. И говорит, я тебя люблю. А я иногда думал, как-то так. Жизнь такая неправильная, жизнь в этом мире неправильная. И я иногда думаю, как Бог любит, как Бог милует, как Бог прощает. Я иногда думаю, вот Бог сильный, Бог любящий, Бог милующий, Бог прощающий. Что в этой жизни еще надо? Мы имеем Бога любящего, милующего, прощающего. Это самая большая радость, которую мы имеем. Я хочу, чтобы мы помолились, потому что я немножко волнуюсь. Давайте станем вместе и помолимся. Хай Бог нас благословит на этом служении. Слава нашему Господу. Хороший псалом такой. Я помню, этот псалом однажды был для меня как таким сильным утешением. Когда мне было трудно найти эти слова, что Господь Он с нами, что с Тобою буду я. И Он сказал, что я с вами во все дни до скончания века. Бог не оставляет нас, не оставит никогда. Как Слово Божие говорит, что до седины я буду с вами. Когда человек ослабевает силы его, Бог, Он поддерживает его, подкрепляет. Дух Святой, Он всегда с нами до последней минуты на этой земле. И когда приходит время человеку даже перейти, то написано, что ангелы приходят, забирают. То Дух Святой, Он с нами, Он как передает. Я так себе представляю. И пускай наше сердце, оно никогда не смущается. Пускай Божье Слово, оно поддержит нас. Потому что оно сильно, знаете, поддержать, утешить. Подбодрить, наставить. И слава Господу за спасение. Павел, он сказал о том, что спастись очень трудно. Я вам скажу, что самому спастись это вообще невозможно. Однажды к Иисусу Христу пришел один человек, и он говорит, что Что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Иисус говорит, ты знаешь заповеди? И перечисляет эти заповеди. Этот молодой человек написан, он говорит, что Это я все сохранил от юности своей, но что-то мне еще не достает. Иисус говорит, что Продай твое имение, и раздай нищим, и следуй за Мной. Это было конкретно для Его Слова. Это не значит, что мы все должны раздать. Может быть, кому-то иногда нам все продать и раздать. Но это было конкретно Ему, потому что я понимаю, что Его сердце было привязано к этому богатству. Потому что, когда Он услышал это Слово, Он пошел с печалью. Иисус говорит, что трудно надеющимся на богатство Войти в Царство Небесное. И ученики говорят, а кто же может спастись? Иисус такие слова сказал. Человекам это невозможно. Но Богу все возможно. Слава нашему Господу. Поэтому мы спасены по благодати. Это да и аминь. Но спасение наше нам нужно сохранить. Нам нужно поступать в мире, как Он. И так дальше. Потому что, знаете, получить спасение – это подарок, это легко. Но сохранить, дойти до конца, сохранить веру – это бывает трудно. Разбойнику на кресте не тяжело было, как сказать, получить спасение. Он поверил просто Иисусу Христу. И просто сказал, что помяни меня, Когда войдешь в Царство Твое, Он говорит, что Иисус говорит, ныне, сегодня будешь со Мною в раю. Сегодня. Он ничего не сделал, никакого доброго дела. Он просто покаялся, просто принял Иисуса Христа. Но если мы приняли, мы живем на земле, от нас что-то Господь хочет. А что у Него есть свои требования. И радует, что говорит, ты не один пойдешь, с тобой буду я. Слава нашему Господу. Мы не сами. Господь поддерживает нас, Дух Святой. И я прочитаю молитву одну, или часть молитвы Иисуса Христа, перед тем, как Он уже должен был уходить. Написано Иоанна 17 главе, «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И дальше Он молится. О чем Он молится? Интересно, Он молится об учениках. И Он говорит с 11 стиха, «Я уже не в мире, но они в мире. А Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Иисус Христос, Он молился о учениках, и особенно я бы хотел обратить наше внимание, что Иисус просил о единстве их. И Он говорит дальше, 17 стиха, «Освяти их истину Твоей, Слово Твое есть истина». Слово Божие, оно нас освящает, оно нас очищает, как Иисус сказал в 15 главе, что вы чисты через Слово, которое Я вам проповедовал. Слава нашему Господу! Слово Божие, оно имеет такую работу, способность очищать нас. И дальше Он молится и говорит, «Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. И из-за них Я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих Меня по Слову их». Это уже о нас, братья и сёстры. Иисус тоже молился, потому что мы тоже уверовавшие, по словам, можно сказать, которые пришли нам уже не в устной форме, но в письменной. И дальше говорит, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они, да будут нас едино. Да уверят в мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня, возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя. И сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Такая молитва Иисуса Христа была за учеников Своих. И одна, как бы, из основных таких направлений здесь говорится о том, что, как я уже сказал, Иисус молился о единстве, чтобы они были едины. Он говорит, как я с Отцом, так, чтобы они между собою были едины и с Иисусом Христом. Знаете, единство, это в единстве, конечно, сила. Когда люди, они едины, когда нету какого-то разногласия, разобщности, какой нету между друг с другом, даже Иисус, Он сказал, что когда разделится между собою царство, тогда оно не может устоять. Дом, который разделится между собой, он тоже не может устоять. и Иисус знал о том, что если ученики, они не будут едины, им будет тяжело. И Он молился об этом за них, чтобы они имели это единство. И мы знаем, что они старались со своей стороны, они собирались вместе, написано, что они имели ломание хлеба, каждый день собирались, они имели такое общение, молитвы. И написано, что единодушно они пребивали вместе. Знаете, Дух Святой, Он приводит церкву в единство. Этот дьявол, Он разобщает людей, Он сеет какие-то ссоры, какую-то ненависть друг к другу. И когда нету единства, знаете, есть какие-то обиды, недопонимания друг с другом, тогда нету этой Божьей благодати. Потому что, если мы придем вместе, мы даже молиться не можем вместе, потому что мы смотрим на другого брата, который сидит возле нас, а я что-то имею на него. Но интересно, Слово Божье говорит, что когда ты принесешь в дом твой дар, в дом Божий, какой-то дар, и вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя, даже не приноси этот дар, но пойди прежде примирись с братом, тогда приходи и приноси дар твой. Так Слово Божье нас учит, чтобы мы искали вот этого единства, чтобы мы были едины, как Иисус Христос, Он молился. И еще одно место я прочитаю, это Римлянам, 15 глава, с 5 стиха. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомислии между собою по учению Христа Иисуса, «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Посему принимайте друг друга, как и Христос принял в славу Божью. Знаете, иногда трудно принять брата, который такой, возможно, несовершенный, который что-то сделал против меня. Но однажды Петр, он спросил Иисуса Христа, «Сколько раз прощать брату моему? Не до семи ли раз?» Он, может, хотел похвалиться, «Вот я могу даже до семи раз в день прощать, но Иисус говорит, что до семи жди 70 раз». То есть очень много. Это даже невозможно, чтобы брат мой столько раз против меня согрешал за день. Но Слово Божье говорит, что «Столько прощай! Прощай, брата твоего, такого несовершенного! Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас. Принимай брата твоего! Нужно просить его и принять! Он мой брат, нужно покрыть это любовью иногда, потому что Христос нас принял. А какие мы? Мы далеко не идеальные, несовершенные. И за день, сколько мы против Господа, бывает согрешаем. Я не говорю о больших грехах, но согрешаем, языком согрешаем. Иногда что-то, возможно, другое делаем, смотрим или еще что-то. И приходим к Господу и просим прощения. И Бог, будучи верный и праведный, Он прощает нас. Но с нашей стороны написано, что если мы не просим брату своему от сердца согрешения Его, то и Отец Небесный, Он не просит нас. Он не просит нас. Поэтому Слово Божье так и говорит, что принимайте, как Христос вас принимает. Принимает же нас Христос, когда мы что-то сделаем. Принимает нас Христос, потому что нас любит Господь. И знает, ну, это не значит, что нам нужно огрешить или согрешать, но принимает. И не значит, что нам нужно говорить, что принимайте меня такой, как я есть. Нет, нам нужно меняться. Нужно стараться не только не обижаться, но не обижать других людей. Но, знаете, если мы будем прощать, если мы будем любить, покрывать любовью, то у нас будет действительно это единство. Бог же терпение. Это я желаю каждому из нас, для нашей церкви. Я об этом хотел бы и помолиться, чтобы, знаете, действительно у нас было это единство. Я знаю, что когда люди, они приходят в единство, потому что Дух Святой их к этому приводит, то тогда Бог что-то начинает делать. Начинает очень делать великое, великое, знаете, благодать Божья, она сходит. Сила Божья, она сходит. Я помню, однажды человек один, он говорит, у них было такое разделение в церкви, это больная тема вообще в Америке, но было разделение. И он сказал, говорит, что, я знаю, говорит, когда церкви делятся, нету там благодати. Где-то благодать, она уходит. Дух Святой, он огорчен, потому что нету обиды между людьми. И поэтому это очень важный такой момент, чтобы мы, знаете, прощали, принимали друг друга. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в едином мысли между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте отбросим это. Если что-то на кого-то у нас есть сегодня, просто это давайте оставим. Давайте оставим. Написано, будьте как дети. Ну, дети бывают, поссорятся между собою, и очень так смотришь на них, наблюдаешь иногда, они так как-то сильно обижаются, но потом отходят и уже дружат, уже очень быстро помирились. И Слово Божье говорит, что будьте как дети. Не надо носить, что-то за собой простить. Да поможет нам Бог, если нельзя простить, или тяжело просить у Бога помощи. Но чтобы не было, знаете, наше сердце ожесточенное, и такое, знаете, что я не прощу, как я могу это простить, да как Он со мной поступил, да так христиане не поступают, братья и сестры. Ну, а как мы иногда бываем поступаем? Иногда бываем поступаем. Поэтому не надо требовать что-то от человека, такой, как я человек, чтобы он был такой идеальный. Нужно посмотреть, какой же же я есть перед Господом. А если я пред Богом, знаете, такой, ну, такой, как есть, то мы должны, знаете, смотреть с милостью. Будьте милостивы, написано. Потому что, если мы милостивы к брату, как там написано, этот вышел и начал душить брата, отдай мне, что ты должен. Бог милостиво поступил, а этот требует. Поэтому пусть Бог поможет нам. Я не знаю вашего сердца, я не знаю, ну, что-то так оно в этом направлении пошло. Я думаю, это не просто так. Бог знает. И пусть Бог поможет нам, чтобы мы стремились ничего не иметь друг на друга. А если что-то имеем, ну, подойди, поговори с братом или с сестрой. Поговори, выясни, примирись, а тогда приноси. Тогда этот дар будет угодный Господу. Тогда будет благословение. Пусть Бог благословит всех нас. Давайте помолимся, чтобы у нас было единство. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. По милости Господне, мы еще живы, мы не исчезли. И Господь позволил нам прийти в Дом Божий, чтобы мы могли призвать Его имя святое, чтобы мы могли прославить Его, потому что Он достоин этой славы. Слава Господу. Первое место буду читать. Это Псалом 90. Многие из вас знают этот Псалом. Живущий под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от губительной язвы. Перями своими осенит меня, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут под для тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, но я к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами своими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе, охраня тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его, прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Господу! Мы не знаем, какой псалмопевец написал этот псалом, но, знаете, по-видимому, этот человек, он, может быть, проходил в своей жизни определенные трудности, он, может быть, имел какие-то переживания, и он переживал вот это Господнее присутствие в своей жизни. И здесь, когда он перечисляет все вот эти вещи, которые могли бы им случиться, или что даже и случалось в его жизни, знаете, 9 стих, он как бы дает ответ, почему с ним все это происходило, почему именно его Господь охранял, почему именно была Божья защита. И здесь говорит, я думаю, сам Господь проговорил и сказал, ибо ты сказал, Господь, упование мое. Слава Господу! Знаете, братья и сестры, этот человек, он имел нечто в своей жизни, что многие люди, они до сих пор не имеют. Многие люди этого мира, они не могут найти этого упования, они не могут найти этого покоя, они не могут найти этого мира. Но мы с вами знаем, что наше упование, это только в нашем Господе. Я бы сегодня хотел прочитать некоторые места именно об уповании, привести примеры из Священного Писания, о тех ситуациях, о тех мужах веры, которые однажды были испытаны Господом, и было показано, что было все-таки в их сердце, что двигало ими, и на что они уповали. Первое место давайте мы прочитаем. Это будет Первое Царство, 23 глава. Девятый стих. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него зло, я сказал священнику Авиафару, принеси Афот. И сказал Давид, Господи Божий Израилю, Бог твой, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кеиль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кеиля в руки его, и придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Божий Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь, придет. И сказал Давид, предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид, и люди его, около 600 человек, и вышли из Кеиля, и ходили, где могли. Саулу же донесли, что Давид убежал из Кеиля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе, в пустыне Зив. Саул искал его весь день, но Бог не давал, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Иофан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Господа. Знаете, интересное было действие такое однажды в жизни Давида. И мы видим, что это именно было то время, когда Саул за ним гонялся, когда Саул, он искал жизни этого человека. И мы все знаем, что это происходило именно потому, что просто-напросто была какая-то зависть в его сердце. Он видел явного соперника в нем, он видел, что Господь его благословляет, он видел, что Господь дает ему победы, что люди к нему тянутся, и он явно понимал, что это будет, наверное, его замена. И написано, что Саул, он возненавидел Давида, и он всячески пытался его найти, он всячески пытался поймать его и убить его, и вот очередной раз к Давиду приходит весть, что Саул узнал, где он находится, и Саул идет за ним. И этот человек Божий, он понимает, что ему грозит опасность, и он знает, что нужно что-то делать, и он обращается к Господу. Где Господь говорит ему, где Господь отвечает, Господь дает ему конкретные ответы, и вот мы видим, что Давид, он убегает. Давид, он убегает, но написано, что состояние его было не весьма хорошее. Я думаю, что, может быть, пришло какое-то уныние, может быть, пришло какое-то переживание, может быть, знаете, ослабли его руки, ослабли его колени. И он находился в этом месте, в этой пустыне, в этом лесу, и, знаете, ему нужна была помощь, ему нужно было подкрепляющее слово. И тут получается, что его друг Иоаннафан, он приходит, он находит его, и написано, что он пришел, и он укрепил его упованием на Господа, слава нашему Богу. Знаете, он не пришел и не говорил ему какие-то там былицы, или говорил, что я там тебе что-то сделаю, я тебе помогу, я тебя выведу, но написано, что он укрепил его упованием на самого Господа, слава Богу, братья и сестры. И, знаете, порой мы с вами, мы можем тоже проходить определенные переживания в своей жизни, мы можем тоже переходить какие-то трудности в своей жизни, и нужно это упование на Господа. Часто люди, знаете, они разводят руками, они говорят, никто не может мне помочь. Часто люди, они падают в это в уныние, они не знают, к кому обратиться, они не знают, куда идти и что делать в своей жизни. Но знаете, братья и сестры, что есть тот Господь, есть тот Бог, на Которого можно положиться, есть тот, Который, мы знаем, Он пришел на эту землю, Он отдал Своего Сына Единородного за тебя и за меня. Мы не знали, кто Он такой, мы не знали, что оно было такое, но мы с вами, написано, каждый из нас рождается в эту землю грешным человеком. Но уже была заплачена цена, уже была заплачена та голговская цена за каждого из нас, и потому мы с вами видим, что Христос делал за нас. И мы можем смело на Него положиться, потому что Он свою верность и Свою любовь уже доказал каждому из нас слава нашему Господу. Еще одно место я хочу прочитать, это будет четвертое царство. Буду выборочно читать с 18 главы и 19 главы. 18 глава, она начинается с того, что воцарился царь Езекия, сына Хаза написано, царя иудейского. Это был молодой человек, ему было тогда 25 лет. И вот он сделался царем, царем иудейским. И здесь описывается в начале этой главы характеристика этого человека. И написано такие слова, что и делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид отец его. Он отменил высоты, он разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. И написано, что на Господа Бога уповал этот молодой человек. И написано, что не было такого царя, не было такого царя, который настолько был бы близко с Господом. И 6 стих написано, и прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, когда он не ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Иссирийского, и не стал служить Ему. То есть мы с вами, если будем перечитывать эту историю, этот эпизод из жизни израильского народа, то на то время они находились под этим игом царя Иссирийского. Был это царь, от которого они зависли, которому они платили определенную дань, которую они служили Ему. Но вот пришел этот человек, и он сделался царем, этот царь Езекия, и написано, что он ходил правильно перед Господом. Написано, что душа его, она полюбила Господа, и он прилепился к Богу, и он делал все, как было написано в законе. Он правильно поступал, и что ни было в его жизни, куда бы он ни шел, что бы он ни делал, Господь, он был с ним. А мы с вами знаем, братья и сестры, я думаю, каждый может из своего опыта жизни сказать, что именно тот момент, когда мы приближаемся к Господу, именно тот момент, когда мы настаём ходить близко с Господом, то есть некто, кто не дремлет, и который это видит. И знаете, он посылает всяческие испытания, он посылает всяческие нам трудности, проблемы в жизнь, чтобы только человек Божий мог споткнуться. И то же самое было в жизни этого царя. Написано, что он отменил, да, все эти дубравы, он то, и все идолы, которые были в израильском народе, все, что было нечистое, неугодное перед Богом, он все это уничтожил, он все это разбил, он все это срубил, и все это было удалено. И написано, что он удалился, как бы, отлилился от этого царя сирийского, и больше не стал ему служить. И знаете, что делает царь сирийский? Туда дальше, мы если перечитываем, то этот царь, он весьма вознегодовал. Этот царь, он сделал совет, этот царь, он собрал своих людей, и он пошел войною на этого царя. И вот 17 стих говорит такие слова, что «И послал царь асирийский Тартана, и Рапсариса, и Рапсака из Лохиса к царю Язеки с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли в Иерусалим, и вошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белинничева. И взяли они царя, и вышел к ним Ильяким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна Песец, и Иахов, сын Ассахов, деописатель. И сказал им Рапсак, посмотрите, братья и сестры, как действует все-таки враг душ человеческий. И вот он через этого царя асирийского, что он пытается сделать? Значит, он говорит, он сказал Язеки, так говорит царь великий, ассирийский. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь? Что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если оперется на нее, войдет ему в руку и проколит ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если ты скажешь мне на Господа, Бога ваш нашего, мы уповаем, то на того ли, которого высоты жертвенники отменил Язеки и сказал Иуде и Иерусалиму, пред всем только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме. Итак, ступи в союз с господином моим царем асирийским и дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них? Посмотрите, братья и сестры, что происходит. Этот царь приходит, он посылает этого посла, и этот посол, знаете, он имеет определенное слово к царю израильскому. И он начинает говорить такие вопросы, он имеет такое дерзновение, где он начинает задавать вопросы Язекии, и он говорит, что это у тебя за упование? Посмотри на нас, посмотри, какая сила у нас, сколько у нас военных, с какой силой мы к тебе пришли, а что ты хочешь сделать? Разве ты не понимаешь, он здесь говорит, что для войны нужен совет, для войны нужна сила, а что есть у тебя? Неужели, говорит, ты можешь начинать перечислять здесь варианты, может быть, ты думаешь, опереться на руку фараона египетского, да? Может быть, ты думаешь, что тебя он спасет, или же ты думаешь, что твой Господь, Бог, что-то может сделать сейчас? Знаете, братья и сестры, перечитывая это место, начинаешь задуматься, а ведь не так же самый действует и сегодня дьявол. Знаете, он порой и проходит, он порой и проходит таким хитрым путем, когда человек находится в таком состоянии, когда казалось бы, что уже нету никакой веры, нету никакого спасения, нету никакой надежды, и когда человек начинается быть в таком состоянии, где он шатается, то тут, как тут приходит враг душ человеческих, и он начинает вот такими способами подкрасться к его сердцу. И вот здесь он говорит такое, и он предлагает еще ему, говорит, вступи со мной в союз, если ты вступишь со мной в союз, то я там тебе еще награду за это дам. И знаете, если перечитываем и дальше, то после этого обращения этого Рапсака, он потом еще обращается к народу. То есть, смотрите, он, видимо, обратился к этим мужам, которые были, да, там у стены, эти главные люди, которые там были, он, видимо, понял, что, может быть, не получится в него, но дальше он уже идет и обращается к народу, еще говорит на иудейском языке. И вот написано, что и встал Рапсак и возгласил голосом громким по-иудейски и говорил и сказал, слушайте слово царя великого, царя сирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас языке, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас языке господом, говоря, что спасет вас нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя сирийского. Не слушайте языке, ибо так говорит царь сирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне. Видите, братья и сестры, что мало того, что было посеяно какое-то сомнение, было посеяно определенное какое-то негодование к этим мужам, а тут же идет еще обращение к народу Божьему. И тут идет такое слово, где люди начинают думать, а на самом деле как же поступить? А что же мы можем сделать в этой ситуации? Неужели этот человек прав? А ведь скажите, порой приходят такие сомнения в нашу душу, порой мы с вами начинаем размышлять, а может быть, где-то я и ошибался, а может быть, где-то я и, может быть, неправильно верил. Знаете, с одним человеком разговаривал, и он мне говорит, говорит, самое, говорит, страшное, что может быть в жизни человека. Это когда, говорит, человек прожил свою жизнь, когда человек уже готовится, говорит, встретиться с Господом, а тут, говорит, приходит сомнение, а тут, говорит, приходит дьявол и начинает посылать какое-то сомнение. И человек начинает думать, а может быть, я неправильно служил Богу, а может быть, я не тому Богу служил, а может быть, все то, что я в своей жизни делал, оно все неправильно было. Знаете, это именно то состояние, которое хочет добиться этот враг душ человеческий. Он хочет посеять человека вот это рассеяние, где человек приходит к такому пониманию, что, а вроде бы и был Бог, а может быть, и не было Бога. Знаете, братья и сестры, но смотрите, что делает Езекия. Когда это послание, когда это слово дошло до него, 19 глава, написано, что когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои, покрылся вречищем и пошел в дом Божий. Слава Господу, братья и сестры. Он знал точно, что ему нужно делать, в этой ситуации. Он знал, что не нужно ему бежать в никакой Египет, не нужно ему не искать никаких союзников, ни с кем-то примиряться, но он знал, что ответ в Господа, слава Богу, братья и сестры. И написано, он пошел в дом Божий, и он начал молиться перед Господом. Он начал искать лицо Господне, и ему в скорости же идет ответ, и здесь уже через пророка Исаию ему идет такой ответ, что не бойся слов, которых ты слышал, которым и поносил меня слуга царя Сирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и поражу я его мечом в земле его. Знаете, Господь сказал утвержденное такое слово, и я верю, что язык, и он действительно вцепился за это слово, потому что он понимал, что никто не может помочь, но только един Господь, слава нашему Господу. И здесь оно действительно так и происходило, пришла определенная весть, и этот рабсак, он должен был уехать оттуда. Но перед тем, как уехать, он еще посылает одно послание, он уже пишет письмо к этому царю Езекии, и опять в этом же письме он говорит подобные вещи, о которых я прочитал, и вот это письмо приходит к Езекии, и написано, Езекия взял это письмо из рук послов, прочитал его, и пошел в дом Божий, слава Господу. Этот человек был твердый в Господе, он знал, что только в Господе его упование, и только Господь, он может выйти ему навстречу, и он очередной раз идет к Господу, потому что в Господе есть ответ, слава Господу. И уже дальше мы перечитываем в конце 19 главы, здесь уже говорится, опять идет ему такое слово от Господа, опять Господь его укрепляет, и здесь написано так, что посему так говорит Господь Бог о царе ассирийском, не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которую пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилась ту ночь, пришел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот тела мертвые, и отвратились, и пошел, и возвратился Сенехирим царя сирийский, и жил в Неневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, брата своего, то Ардамерех и Шерецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. Мы с вами видим, что слово Господне у нас было. Знаете, братья и сестры, когда человек Божий искал лица Господнего, когда этот царь, он понимал, что только в Господе его победа, только Господь один, который может дать ему ответ, то Господь и вышел навстречу, слава Господу. К чему я все это говорю, братья и сестры, мы с вами живем в этой жизни, мы с вами ходим перед Господом, но порой, знаете, приходят сомнения, порой приходят определенные переживания, порой приходят какие-то, знаете, тревоги в нашу жизнь, и тут же тут, как всегда, приходит и этот враг душ человеческих, и он пытается посеять какое-то сомнение, он пытается, чтобы мы с вами удалились от Господа, он пытается, чтобы, знаете, пришло разочарование в нашу жизнь, но Господь, Он всегда с нами, братья и сестры, и мы должны укрепиться в нашем Господе, мы должны понимать, что только в Господе наше спасение, и мы должны, как этот царь, прилепиться к нашему Господу, мы должны полюбить Его, мы должны понимать, что Господь, Он всегда придет нам на помощь, слава нашему Господу, и Давид, вы знаете, он неоднократно обращался к Господу. Давид неоднократно искал его лица и он писал, знаете, много в своих псалмах такие слова, что он говорит, что Господь это мое спасение. Господь это моя крепость, моя защита и мое упование, оно на Господа. Знаете, братья и сестры, много было мужей таких, много было людей, которые они все-таки понимали, что в Господе наше упование. Еще одно место читаю, и мы будем молиться. Апостол Петр в первом из своих посланий, в первой главе, он пишет такие слова. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов. Но драгоценную кровью Иисуса Христа, как не порочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу. Слава Господу, братья и сестры. И апостол Петр, он понимал это, он пережил это, и он говорил таки, он говорит нам, да, и это я верю, что это слово, оно звучит так же и к нам с вами. И он говорит, что мы с вами некогда были для него чужими, но Господь пришел, Он искупил, Он заплатил за нас цену, Он отдал своего Сына за каждого из нас. И мы с вами понимаем, что в этом и есть спасение, слава Господу. И вот 21 стих, он заканчивается такими словами. И для чего все это было сделано? Чтобы вы имели веру и упование на Господа. Слава нашему Богу! Знаете, Он все сделал для нас. Он все сделал для тебя и для меня, чтобы мы шли, чтобы мы своей жизнью прославляли нашего Господа. И чтобы наше упование, оно было только на Него. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы мы приблизились к нашему Господу. Чтобы мы могли понять, что только в Господе наше упование, и только Он может дать нам ответы на наши нужды, только Он может выйти навстречу и укрепить, и благословить каждого из нас. Давайте воздадим Ему славу. Аминь. Слава Господу, братья и сестры! Эта прекрасная песня говорит о том, что край чудесный нас ждет всех. И, наверное, потому что мы во плоти, и мы так часто, знаете, все равно, все равно мы сильно цепляемся за землю, мы сильно держимся. Иногда страхи одолевает, иногда сомнения какие-то и так далее. Но если бы мы правильно поняли, если бы правильно поняли, на самом деле, как Павел говорит, помните, говорит, меня так сильно влечет, влечет, хочу, говорит, больше, меня больше влечет то, чтобы разрешиться и быть со Христом, да? Вот. Но, говорит, для вас лучше, чтобы я еще побыл. И, говорит, я верно знаю, что еще прибуду. Вот. Но сердце его влекло, так как мы пропели вот этот край чудесный. Край чудесный нас ждет там на небе. Просто мы, как написано, говорит, не видел того глаз, не слышало уха. И на сердце не приходило человеку то, что Бог приготовил для любящих его. Порой мы просто не можем представить, хотя, говорит, все, что самое лучшее вы можете представить, и то, даже и то, это еще не то, что Бог приготовил, потому что оно не можем вообразить себе. Я буду читать Слово Божье, такое, очень такие интересные мысли. Это четвертая книга царств с первой главы. «И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава». И вот дальше пишется, «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии за не мог». Получилось так, случилось несчастье, упал человек, ну, часто бывает, да, с людьми часто бывает несчастные случаи. Но что он сделал? Он сделал, говорит, послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Вильзевула, божества Коронского, выздоровею ли я от сей болезни. Тогда ангел Господень сказал Илье Фесфитянину, встань поедино встречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевула, божество Коронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илья. И возвратились к охозе посланные, и он сказал им, что это вы возвратились. И сказали ему, навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вильзевула. Божество Коронское. Зато с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он, это Илья Фесфитянин. Такое вот слово. Интересный вопрос. Интересный такой момент. Послал, говорит, выздоровели ли я от этой болезни. И ничто другого не придумал, как послать до Вильзевула. Мы знаем уже по Новому Завету, кто это такой, да? Мы уже по Новому Завету Христа обвиняли и говорили, он делает это силой Вильзевула, князя Бесовского. Вот, они так обвиняли Иисуса Христа. То есть это божество коронское было ничто иное, как поклоняли самому сатане. Если взять, даже в наше время есть сатанисты, которые поклоняются сатане точно так же, как мы поклоняемся Богу. И вот интересный вопрос. Он встретил их Илья и говорит. И говорит, что вы, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевула? Если вы сегодня ничего не запомните из моей проповеди, то запомните один только вопрос. Разве нет Бога в Израиле? Разве с нами Бога нету? Когда-то Христос задал такой вопрос ученикам, когда многие, когда Он особенно стал объяснять за тело свое, за кровь, говорит, что вы должны пить кровь мою, кушать тело мое, да? И они, вау, сказали, да что это такое? Это вообще нам не помещается в голове. И стали от него уходить, помните, да? И он тогда ученикам говорит, не хотите ли и вы отойти? И Петр сказал, говорит, Господи, к кому нам идти? К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это созвучно с этими словами. Разве нету Бога в Израиле? Разве нету Бога в Израиле? Вы знаете, почему так часто люди, вместо того, чтобы действительно обратиться к Богу и получить ответ, или обратиться, и чтобы Господь их направил, они обращаются к чему-то другому. Есть люди, которым совершенно без разницы обратиться в церковь, вот, или там помолиться, или к Богу, или же пойти к гадалке, чтобы она подгадала, знаете? То есть, ну, разницы не ощущают и не видят. Хотя это совершенно два разных источника. И здесь Слово Божье говорит, как и Петр сказал, кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Здесь Илья задает вопрос, разве нету Бога в Израиле? Поэтому, вместо того, человек, если, понимаете, для того, чтобы Господь направил, или чтобы Он ответил, надо нечто, надо, может быть, смириться, да? Может, какие-то препятствия надо убрать, может быть, что-то другое, но человек, особенно современный человек, он не хочет работать над собою, он не хочет смиряться, он не хочет, потому что для того, чтобы получить ответ от Господа, надо подготовить почву для этого. Вы знаете, если не готовить почву, я слышал людей часто употребляют, о, мне Бог то сказал, мне Бог это сказал. Послушаешь, как-то сильно поверхностно. Человек понимает, что любая мысль, которая пришла ему в голову, это Бог ему сказал. А на самом деле так не бывает. Для того, чтобы действительно Бог проговорил твоему сердцу, надо смиряться, надо убирать препятствия, надо что-то, надо делать, то есть подготовить путь к Господу. Когда-то был послан Иоанн перед самым пришествием Христа, и вы знаете, задача его была подготовить путь к Господу. Он так и проповедовал. Он говорит, я есть глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези. Он говорит, всякая гора да понизится, всякая долда наполнится, то есть выровняется кривизной, выпрямится пути. Тогда мы можем рассчитывать на то, что Господь, Он ответит, Господь вразумит. И помните, как у малых пророков, там в одного из пророков написано, разве нет бальзама в Галааде? Разве нету, разве Господь не изменился? Это мы с вами меняемся. Мы с вами, вместо того, чтобы работать над собой и готовить почву, для того, чтобы Бог нам ответил, мы начинаем искать иные пути, как бы что-то, знаете, и так часто люди придумывают что-нибудь такое. Придумывают. Вместо того, чтобы подготовить путь, вместо того, чтобы работать, чтобы смириться. Вы знаете, так сложно. Я не раз спрашивал, не раз приводил пример. Говорю, вам приходилось просить прощения? Ну да, мне приходилось. Я думаю, многим приходилось. А легко это сделать? Не всегда. Не всегда. Так тяжело, да? Кажется, так надо собраться силами. Так, кажется, надо храбрости набраться, чтобы просто сказать, прости меня. Прости меня, сестра, или прости меня, брат, да? Или прости меня, жена, или прости меня, муж. То есть, на самом деле, кажется, такое просто, но это не так просто сделать. И поэтому, я не знаю, почему Охозия так решил. Почему он так решил? Но он говорит, сходите и Вильзевула вопросите. Выздоровью, не выздоровью от этой болезни. И Илья их встретил, говорит, разве нету Господа? Разве нету Бога в Израиле? А вы идете не тем путем. К примеру, 28 глава, Первое царство. Был такой слух. Это я просто для примера приведу вот это место. С 10 стиха. Это описывается за Саула. Саул, который уже далеко сильно отступил от Господа, который так нуждался отчаянно в ответе от Господа, так ему нужно было указание, так ему нужна была помощь. Но он не мог его найти, потому что далеко не прав был, далеко очень, знаете, остыл, охладел, не повиновался. У Бога есть свои законы, которые, ну, не может Бог, не может. Он говорит, надо и то тебе сделать, надо поправить свои пути, надо что-то сделать, подготовить путь. Но он, знаете, что сделал? 6 стих. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Полное молчание, да? «Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, надел другие, и пошел сам, и два человека с ним. Пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников, гадателей, для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Вроде бы как благословение попросил на это дело. Господом поклялся на то, что за ворожбу ничего не будет. Ну так вот, к примеру, благословение попросить на вот такое дело. И тогда женщина спросила, «Кого же вывезти тебе?» Отвечал он, «Самуила выведи мне». Увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей, «Царь, не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю, и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» «Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал глаза Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мною». Истан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало, в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь, и так далее. И потом эта волшебница еще взяла и покормила его, потому что видит, что человек ослабший. Это пример того, что когда дошел до такого состояния, говорит, Господь не отвечал, не отвечает ни через пророков, ни через сны, ни через что, вообще полное молчание. Я думаю, что если кто-то из людей такое вот состояние ощущает, то у нас есть такое средство. Все-таки можно выйти из этого состояния. Это состояние не окончательное, совершенно необязательно делать то, что Саул делал. Идти к ворожей, идти к волшебницам, идти гадать там на картах на всяких кофейной гуще и так далее. Знаете, много всяких способов есть в этом безбожном, грешном мире, особенно там, где задействуются оккультные силы, там, где задействуются всякого рода духи нечистые. Но есть состояние, если такое состояние есть, это все равно не тупик. Если бы человек, мы знаем одно средство, которое предлагает уже Новый Завет, да и в старом оно тоже говорится об этом. Говорится просто нужно человеку хорошенько покаяться пред Богом. Надо хорошенько с искренним сердцем приступить к Господу, надо покаяться. Покаяние действительно осмысленное, осознанное, искренне оно меняет все. Оно меняет состояние, оно меняет и Господь Он милует. Я просто больше и больше в Слове Божьем нахожу тех мест, где говорится, что Бог, помните, я однажды зачитывал, говорит, если скажу грешнику, ты грешник и ты смертью умрешь. И все кажется, вынесен приговор, человеку нет надежды. Бог так сказал, Бог сказал, ты грешник и смертью ты умрешь и все. но дальше Господь говорит, а если человек услышал это и стал, он покаялся, он покаялся, он исправил пути свои, он, 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 от этого, конечно, его на это напугало, но он надеялся, и вы знаете, что делает Господь, он отменяет это наказание, он говорит, а я отменю это наказание, я его благословлю, потому что человек, он свое сердце приложил к тому, чтобы действительно служить Господу, или же наоборот, говорит, я скажу кому-то, ты будешь благословен, и он что сделает, он понадеется на благословение, и я как-то такое, понимаете, насущное, это слово насущное, я когда-то говорил вам, что самое лучшее откровение, вы и я и все мы, мы можем его загубить тем, что не будем молиться, просто понадеемся на свое благословение, если понадеется и начать грешить, Бог отменяет это благословение, он накажет, он говорит, я отменю благословение, потому что человек начал грешить, человек понадеялся, поэтому любое благословение то, или что-то строгое мы услышали, нам надо, знаете, что делать, надо молиться, надо молиться, и если есть какие-то препятствия, нам надо убирать их в своей жизни. Каяться, искренне прийти к Богу. Даже не в собрании и даже не пред людьми. А там где-то наедине пред Господом, где ты знаешь, что ты один и только Господь. Ты можешь все Ему открыть. Помните, есть такое место, говорит, народ, изливай пред Ним сердце свое. Изливайте пред Ним свое сердце. Рассказывайте Ему. Я вам как-то приводил пример, что у одного, один человек свидетельствует, говорит, мой дедушка, он настолько любил молиться. Говорит, иногда ночью даже, если проснешься, подойдешь к его комнате и слышишь, он спит, но он на языках молится. Он спит, но дух его молится, и все, он так может всю ночь. Вы понимаете? Он настолько близок к Господу. Его вся внутренность, он просто молится. Хотя он сам по себе спит в этот момент. Поэтому Слово Божье, оно очень почему-то такое серьезное, понимаете. Он говорит, что здесь вот из 10 главы, последний, быстренько прочитаю, и мы еще помолимся. Книга Судей из 10 главы. Девятый стих. Наконец, Аманитяне перешли Ордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином, и с домом Ефремовым. Весьма тесно было сынам Израилевым. Тоже теснота. Как вот у Саула было такое состояние. Тесно. Надо помощь. Кричащая нужда, но нету никакого ответа. Что-то Бог хочет. Что-то Бог смотрит. Он смотрит, как ты поведешь себя. И возопили сына Израилевы к Господу и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. Видите, тоже похожая ситуация. Бога оставили, начали служить Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аманитяне, и филистимляне, и седаняне, и амалекитяне, и аманитяне. И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от руки, от руки, а вы оставили меня и стали служить другим Богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к Богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилеву Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избав нас ныне. И отвергли от себя чужих Богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страданий Израилева. Амманитяне собрались, расположились, то в общем дальше описывается, как Бог ответил. Видите, ситуация похожая, безвыходное положение, тесное состояние, тесное, что-то похожее, вы знаете, сейчас идет по всей земле. Просто, просто стесняются обстоятельства, просто нас с вами оно сжимает. Просто сейчас вот будем молиться, знаете, столько больных людей сегодня, столько болеют прямо семьями. Я не знаю, как вы, как вы, вот допустим, была первая волна, в прошлом году я очень сильно переболел, вот, тоже очень много людей переболели. и вы знаете, что с той первой пандемии, так, с первой волны, допустим, лично я вынес кое-что. А что именно? Я, допустим, себя больше дисциплинировал в молитве вместе с семьей. Когда мы сидели по домам, особенно, когда ты только мог участвовать в собрании только с экрана, не всегда мы могли, помните, да, так частями, чуть-чуть, вот, или тут только два-три человека собирались, проповедовали, остальные смотрели. И вот там, и это, оно заставило дисциплинировать. Я думаю, что, ну, все равно немногие, немногие люди сделали какие-то выводы с первого, теперь пришла уже вторая волна, и так далее, но, наверное, третья будет самая еще. Мы не знаем, мы не знаем, фактически не знаем, что, именно, но Слово Божье нас предупреждает. Неспроста тесные обстоятельства приходят, допустим, сжимают нас, да, неспроста. Они, это же, ну, если читать Новый Завет, говорить, да никакая, ничто нас не может отлучить от любви Божьей, так же? Оно не может нас стеснить, никакая глубина, ни высота, ни ангелы, ни силы, ни начальства, помните, там очень много перечисляется у римлянам. Он говорит, ничто меня не может отлучить от любви Божьей, ничто. Поэтому, если что-то сжимается где-то, что-то от нас Господь хочет, какие-то уроки нам преподает, или что-то, или хочет, чтобы мы, так знаете, посмотрели и что-то предпринимали своею. Я услышал сегодня не так, ну, одну проповедь, один брат хороший, я люблю его проповеди, так он говорит, что, ну, приняли решение в церкви, ну, больше посвятить постам, больше молитв, больше молитвенных собраний, больше, ну, в смирении сердца, потому что время тревожное, опасное, и, как бы, ну, может быть, для кого-то даже как безвыходность, знаете, вот говорит, стесненные обстоятельства были, и люди вместо того, чтобы к Богу, наоборот, обратиться, они, почему-то, к другим богам лежало в них сердце, поэтому, вот так случается иногда, поэтому нас Господь сегодня направляет, направляет, чтобы мы искали помощи у Господа, разве нету, говорит, Бога в Израиле, разве нету, маленькая девочка попала в плен, когда посмотрела, говорит, слушай, там, в Самаре есть у нас пророк, если бы этот господин поехал туда, он бы снял бы эту проказу, маленькое дитя, что она там, но она имела веру, она подсказала, часто, ну, вот взрослые люди, они не могут, дитя подсказала, говорит, поедь, и там, и там будет помощь тебе, поэтому, ну, она знала источник, поэтому и нам надо вспомнить об источниках, знаете, как у Еремии написано, вспомните, вот, посмотрите внимательно, да, остановитесь на путях, размыслите, посмотрите на древние пути, на пути, которыми прошли наши родители, прародители, они верные были пути, потому что они помогли людям пережить многие гонения, они помогли людям пережить многие вещи, поэтому нам надо, возможно, обратить внимание, возможно, как, как те люди приближались к Господу, как они, что они делали в своей жизни, очень много есть свидетельств, очень много записанного, это все, как люди, как они посвящали себя, как они убирали препятствия, как они учились слышать голос Божий через Писание, и Бог вразумлял их. Поэтому пускай Бог благословит, мы будем сейчас молиться, и я думаю, в одной молитве мы помолимся, и за нужды помолимся.